Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе идут с опережением на целый месяц. Строители уже приступили к реконструкции левой стороны проезжей части по направлению в город. А это последний основной участок ремонта. Движения в этом направлении гораздо плотнее, нежели когда ремонтные работы велись на противоположной стороне. Все дело в том, что здесь всего три полосы движения, а не как на противоположной стороне. Там их четыре. Поэтому для автомобилистов оставили всего лишь полторы. А это значительно затрудняет движение. Уже совсем скоро автомобильный поток здесь на путепроводе увеличится. Школьники и студенты будут добираться на занятия. Многие вернутся с отпусков. Поэтому работы здесь ведутся практически круглосуточно. Хорошо организованный процесс и применение новейших технологий позволит закончить работы в два раза быстрее. А главное не в ущерб качеству. Но есть процессы, которые спешки не терпят. В этих швах есть очень ответственная конструкция. Это монолитный бетон, который сегодня надо уложить. И он требует естественного отвердения. А чтобы последующие работы делать, нужно, чтобы прочность этого бетона должна быть не менее 60-70%. После этого можно дальше производить какие-то работы. Многие автомобилисты жалуются, мол, сами видели, как участки порой простаивают без строителей. И это действительно так. По технологии существуют процессы затвердевания, во время которых производить какие-либо ремонтные работы категорически запрещено. Нарушение этих сроков может привести к трагическим последствиям во время дальнейшей эксплуатации путепровода. Есть определенные сроки, которые мы выдерживаем. Если мы его залили, еще раз повторю, слоем мака, мы сутки выдерживаем. Если мы залили, допустим, химический анкер, мы его сутки выдерживаем. Если мы заливаем монолитные бетонные участки, мы должны, чтобы он набрал минимум 30% прочности, мы должны 7 суток выдерживать. Сейчас на путепроводе начинается заключительный технологический этап сверления отверстий для металлических шпилек. После чего строители приступят к монтажу новых деформационных швов, заливке металлических шпилек, смолой, устройству водоотводных каналов, гидроизоляции пролетных строений и асфальтированию примыкания к швам. Напомним, что все работы ведутся под строгим лабораторным контролем, а также под контролем отдела технического надзора. Инна Щедрова, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.